Средний тариф на природный газ должен быть менее 15 леев. Такое заявление сделал член административного совета предприятия «Энергоком» Александр Слусер, уточнив, что в ближайшие два месяца тариф должен снизиться еще. Сегодня утром «Молдова Газ» направила запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике о снижении тарифа на поставку природного газа конечным потребителям. Согласно расчетам, граждане могут платить почти на 37% меньше, чем сейчас. Согласно заявлению, тариф на пунктах выхода из транспортных сетей должен составлять 13 978 леев за 1000 кубометров или на 43,9% меньше по сравнению с существующим. Также на пунктах выхода из распределительных сетей высокого напряжения предлагается установить тариф на уровне 14 454 леев за 1000 кубометров или же на 42,6% дешевле, а для сетей среднего напряжения 15 476 леев за 1000 кубометров, что ниже на 39,3%. Для сетей высокого напряжения 18 456 леев за 1000 кубометров или на 31,9% меньше. Член административного совета предприятия «Энергоком» Александр Слуцарь в свою очередь считает, что тариф для бытовых потребителей должен быть ниже 15 леев. Исходя из цены, по которой будет закупать «Молдова-Газ», тариф должен быть менее 15 леев. Скорее всего, что самый большой тариф будет выше 18 леев с учетом НДС. Исходя из того, что «Молдова-Газ» еще должно покрыть финансовые отклонения. Скорее всего, проблема в этом. Думаю, что после того, как «Молдова-Газ» получит все деньги, через два месяца тариф еще снизится. Слуцарь уточнил, что огромные отклонения появились из-за так называемой «продуктивной» работы правительства «Наре» и «Молдова-Газ». «Энергоком» сделал все возможное и невозможное, чтобы тариф снизился как можно больше. Тот факт, что у нас скопились огромные финансовые отклонения в размере 5 миллиардов, из которых остался 1 миллиард 200 миллионов, это благодаря «продуктивной» деятельности правительства «Наре» и «Молдова-Газ» до 2021-2022 годы. Напомним, что член административного совета «Энергоком» Александр Слуцарь 2 июня заявил, что предприятие передало «Молдова-Газ» информацию о закупочных ценах на июнь-декабрь 2023 года. Эти цены ниже, чем у «Газпрома». Как отмечает Слуцарь, сейчас у «Молдова-Газ» нет причин не снижать тарифы для конечных потребителей. Особенно на осенне-зимний период, когда разница в цене будет сильно ощущаться. Он добавил, что филиал «Газпрома» в Молдове, который пока, к сожалению, остается основным поставщиком, а также люди Плохотнюка в «Наре», не имеют оправданий, чтобы не снижать тариф на «Газ». Продолжение следует...